В Элисте прошёл флешмоб «За правду». Он посвящён защите исторической достоверности, противодействуя информационным атакам на Россию и фейкам. Мероприятие было организовано Министерством культуры Калмыкии. К инициативе присоединился и глава республики Батухасиков. Мудрость и стойкость духа Д. Никитича Кугультинова напоминает нам, что в такое непростое время важно не отрекаться от правды. Важно знать правду и защищать её. Я рад, что сегодня вместе с нами молодёжь из российского общества знания, российского движения школьников, юнармии. Мы вместе и мы за правду. Природа остротой вещей не наделила наших глаз. Мы видим лишь поверхность вещи, а правда прячется от нас. Мечтаешь вникнуть в мир до точки, в глубины правды заглянуть? Проникни через оболочки, умом постигни правды суть. Быть может, будет правда эта совсем иной, чем ты хотел. Но ощути её приметы не в звоне слов, а в смысле дел. И полюби её такую, какой познаешь во плоти. Не поправляй своей рукою, не сглаживай, не золоти. Лжи для задачи лукавых нужны прикрашенность и лесть. Ложь та нуждается в приправах, а правда хороша как есть. Во флэш-мобе приняли участие молодежь из российского общества знания российского движения школьников и юнармии. В ходе конкурса юный патриот Александр Дживаков прочитал стихотворение «От правды я не отрекался» Давида Кугультинова. Мальчик стал известен всей России после публикации в интернете. Шесть лет назад тогда ещё пятилетний Дживаков прочитал стих Льва Протасова «Россиюшка». Стоит отметить, что это видео получило вторую жизнь после начала специальной операции на территории Украины. За то, что я посмел в крутое время судить в стихах жестокий произвол. Ни денег я не получил, ни премий, широкой славы я не приобрёл. Да это может статься и не надо, иною, высшей счастлив я наградой. В то время гнев несправедливый, дикий нас подавил, и свет для нас потух. И даже слово самое, калмыки, произносить боялись люди вслух. Но как бы круг порочный не смыкался, как ночь над нами не была глуха, От правды я своей не отрекался, не отступал от своего стиха. Не потерял я совести от страха, не позабыл природный свой язык под именем Буряки Иль Казаха. Не прятался я был и есть калмык. В ходе мероприятия также состоялся конкурс чтецов, посвящённый юбилею народного поэта калмыкии Давида Кугультинова. Более 150 наших земляков пришли в этот день, чтобы принять участие в мероприятии. Вероника сама изъявила желание принять участие, как она говорит, ей очень нравятся стихи. И вот так постепенно узнавая творчество таких великих поэтов, мы считаем, что возможно у нас вырастет новый какой-то поэт, а может быть писатель. То есть всё это как бы вклад в развитие наших детей, нашего подрастающего поколения, потому что культура, творчество – это основа, залога будущего успеха. Я готовилась очень усердно, чтобы рассказать этот стих, хоть он и маленький, но мне кажется, в него я вложу большую душу, в это стихотворение. Я пришла поддержать своих учеников, послушать всех остальных детей, поддержать, и прочитать своё стихотворение, которое я посвятила памятнику этому. Всеобщая любовь, всеобщее признание. Детище Давид Никитича Кобутинова, его произведения, его поэзия – это же солнце Калмыкии, это солнце России.